Слава Украине! Привет всем от Полонска! Интересные новости из Великобритании. И там министр обороны после переговоров с президентом Зеленским заявил, что британский контингент появится в Украине. Сразу скажу, что вряд ли британские войска начнут драться с российскими агрессорами. Нет, они для этого здесь появятся. Их будет немного относительно, поэтому это не будет такой, знаете, боеспособный контингент, который может решать какие-то там боевые задачи. Нет, вообще речь не об этом идет. Речь идет о том, что будет упрощена логистика по тренировке украинских военнослужащих и по их подготовке к боевым действиям, и по их подготовке к технике, к использованию техники английской. Английской или американской, то есть техники, которую используют англичане. То есть речь идет о формировании британских обучающих центров для ВСУ на территории Украины, а не так, как это было раньше, на территории Великобритании, когда реально везти туда несколько тысяч человек. Проживание, сами понимаете, в Великобритании, ну, мягко говоря, немножко дороже, чем в Украине. Питание, все это дело, логистика, опять-таки, сложна. А тут, получается, можно будет готовить ребят на наших полигонах, соответственно, но под руководством английских инструкторов, которые считаются все-таки хорошими специалистами, одним из лучших в мире. И практика показывает, что готовят они ребят очень хорошо. Соответственно, вот это дело переносится на территорию Украины. Именно об этом говорил Зеленский с министром обороны Великобритании, который был у нас вот пару дней назад. Интересно, что также обсуждался вопрос сопровождения британскими истребителями кораблей с зерном, которые выходят из Одессы, Рине, Измаила, любых украинских портов. И по вот этому защищенному коридору через территорию Румынии и Болгарии идут дальше на Турцию, туда и на выход из Черного моря. Их уже, кстати, вот эти первые корабли, которые выходили из Одессы, ушло, по-моему, или семь, или восемь кораблей уже в общей сложности. Часть тех, которые там застряли с начала войны, а часть тех, кто прорвали эту блокаду и зашли в Одессу, извините, там была не Одесса, там был Измаил, по-моему, Измаил все-таки, да? Вот, и их сопровожали как раз британские истребители, дабы расистам не повадно было, или страшно было, скажем так, напасть. Они и не напали. В результате вот этот зерновой коридор хоть немножечко, но заработал без расистской федерации. Так что вот эти вот два вопроса, сопровождение кораблей с зерном и открытие учебных центров на территории Украины, они обсуждались. Ну, конечно же, обсуждались плюс к этому еще и обыденные вопросы, скажем так, по встречанию боеприпасов, по встречанию сброи Украины. Ну, это всегда обсуждается, это понятно. Тут идет, как говорится, сверка часов, и сверка часов, и обговариваются моменты, которые очень болят, и которые очень интересны нам. Ну, а самое главное, конечно, то, что вот они договорились о переносе, или о открытии учебных центров в Украине, что подразумевает автоматически британских военных, официальных британских военных, пускай в небольшом количестве, но на нашей территории. И это уже замечательно. Но, повторюсь, сдаю собственный огород под базу НАТО. Бесплатно.